День Конституции широко отмечают сегодня на востоке республики. Празднования там организовали во всех районах и городах. Самые массовые проходят в Усть-Каменогорске. Сегодня в областном центре готовится даже поставить рекорд. Передает наш собственный корреспондент в регионе Анель Есимбердина. Она, кстати, сейчас с нами на прямой связи. Анель, приветствую. Как проходит праздник? Что с такой рекорд у вас там собирается установить? Добрый день, Астана, Илья. Да, сегодня на центральной площади в Усть-Каменогорске собрались тысячи человек. В день рождения основного закона страны в городе еще один праздник. День рождения еще у Усть-Каменогорска. Поэтому к двойному празднику здесь приготовили настоящее шоу. Причем это не только концерты, хотя это тоже обязательно пункт программы. Поэтому на сцене яркие выступления местных артистов, театрализованное представление. Но в программе еще и множество таких гастрономических изысков. К примеру, с 9 утра свою продукцию зрителям представили бахчеводы региона. Именно зрители определяют, какие арбузы самые сладкие, вкусные, наиболее крупные и так далее. Причем есть даже буллинг с арбузами. А помимо этого на площади прямо развернули свою кухню рестораторы города. Это фестиваль «Вкус Востока» впервые провели в прошлом году. И теперь он уже стал традиционным. Второй год подряд и собираются продолжать дальше. Но главное блюдо в меню сегодняшнего праздника – это салат капреса. Прямо на наших глазах. Вот сейчас уже приступили к подготовке салата. Для этого пришлось освободить целую улицу. Ведь длина блюда будет 100 метров. Этот рекорд собираются даже занести. Книгу рекордов Гнесса сообщает моя собеседница Руфина Милищенко. Организатор шоу. Руфина, расскажите, какие ингредиенты в этом салате? Ингредиенты очень простые. Для этого салата мы используем помидоры, зелень базилика, оливковое масло, бальзамический соус и, конечно же, сыр моцарелла. Сыр моцарелла у нас восточно-казахстанский сыр, но он никак не уступает итальянскому аналогу. Дело только в количестве. Помидоров мы использовали 65 килограмм, сыра моцарелла – 50 килограмм. И жители города, все гости города смогут это оценить по поводу нашей салаты. И скажите, дальше вы собираетесь зарегистрировать рекорд, да? Именно так, да. Официальный представитель книги рекордов Казахстана, Кудайбергенов, Куандык Ченгизович, зафиксирует наш салат и надеемся, что мы установим этот рекорд. Спасибо, Руфина, вам успехов. Тем временем праздник у нас продолжается. Люди с нетерпением ждут уже приготовления салата, мега-салата. И отмечают, что такой рекорд – это отличный подарок ко Дню Конституции. Илья? Анель, чем еще уцепляют горожан? Илья, в целом в программе очень много самых разных развлечений. Это и спортивные соседания, и творческие конкурсы. Для тех, кто любит творчество, специально организован фестиваль рукоделия «Сувениры Востока». И в городе, и в области всегда очень много тех, кто ценит ручной труд. Поэтому здесь каждый может увидеть что-то и найти для себя что-то уникальное. Часто это даже произведение искусства. Помимо этого, активно идет и торговля праздничная. В основном продается местная продукция. Причем один из главных продаваемых товаров – это бренд региона «Мед Казахстанского Алтая». Но и на этом еще не все. Вечером на площади соберется молодежь города. Здесь состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Илья? Анель, я смотрю, вам повезло не только с праздничными мероприятиями, но еще и с погодой. Плюс у вас два праздника в один день. Большое спасибо за информацию. Поздравляю вас и всех жителей Восточного Казахстана. Субтитры подогнал «Симон»!